Доброе утро, уважаемые телезрители! Вы смотрите телеканал Беларусь 4 Брест. Сегодня четверг, 20 сентября, и это утро вместе с вами проведут Кристина Мельниченко и Артём Бруйло. Доброе утро, друзья! Мы бодры, активны и полны полезнейшей информации, которой просто не терпится с вами поделиться. Вы знали, что люди, рожденные 20 сентября, сегодня наполнены решимостью решить все проблемы. Они не устоят ни перед какими трудностями и не опускают руки ни за что в жизни. Уверен, с таких людей нужно брать пример и ко всем трудностям относиться как к жизненным урокам. Так что возьмите это себе на вооружение, и тогда мир изменится вокруг вас. И прямо сейчас, уважаемые друзья, мы готовы посмотреть анонс нашей программы. Сегодня в утреннем эспрессо. В STEM-центре начали работать в гимназиях Барановичей. Каковы цели и задачи? Узнаем из первых уст. Малая Родина. Расскажем вам о плетении из корня сосны. Изменения в порядке расчетов за газ и электроснабжение. Выясним подробности у нашего гостя. Что посмотреть в городе над Бугом? Совершим краткий экскурт по Бресту. И это лишь малая доля того, что вы сегодня узнаете. А начнем мы с любопытной новости. В Пружанах появились исторические названия улиц. Это присуще трем улицам. Там названия улиц старинные на разных языках. В соответствии с тем, какая власть руководила в это время в городах. Это поляки, немцы или советы. Мы прямо сейчас увидим фото на экранах. Восстановить историческую справедливость собирались давно. Еще в апреле горожанам пообещали, что до конца года они увидят таблички с экскурсом в родную историю. И вот, наконец-таки, вывески появились. Теперь жители и гости Пружан могут узнать, что улица Советская в XVI веке была дворной. А уже в XIX столетии ее переименовали в Замковую, затем в Гродненскую, затем снова в Дворную. В 1941 году она стала главной. В 1944-м носило название Советская. Тоже досье есть и на улице Ширмы, и на улице Ленина. Любопытно, что все исторические названия улиц продублированы не только на белорусском языке, но и на государственном языке страны, которая давала название улицы. В XVI веке это белорусский, в XIX русский, потом немецкий, польский, снова немецкий. А с 1993 года опять на белорусском языке. Кстати, хорошая идея, да? Потому что в Бресте тоже очень много улиц, которые первоначально носили совершенно другое название. Я думаю, что Брест тоже возьмет на вооружение такую хорошую идею. Для того, чтобы прогуляться по историческим местам с хорошим настроением, конечно, нужно, чтобы сопутствовала погода. Но какой будет погода в нашей области, в каждом из городов нашего районного центра, узнаем прямо сейчас из прогноза погоды. Редактор субтитров А.Семкин Доброе утро, Брест! Привет всем! Просыпайся, Брещено! Доброе утро! Привет из Сочи! Доброе утро, мира Руси! Доброе утро, Брест! Брест, просыпайся! Доброе утро, Брест! Всем привет! Всем доброе утро, всем привет, всем хорошего настроения желает программа «Утренний эспрессо». И, уважаемые друзья, если так задумываются, все люди очень похожи, но в то же время очень разные. Все мы бываем детьми, взрослыми, старшего поколения. Правда ведь, Кристина? Согласна, но в каждом возрасте нам нужно что-то разное и в то же время что-то похожее. Подросткам, например, важно знать, что они востребованы и что их достаточно оценивают. Взрослому хочется иметь твердую почву под ногами, не так ли? Иметь надежный тыл. А вот ребенку нужно многому учиться и много играть. Ведь все дети любят играть. А ведь именно игра – тема нашей постоянной рубрики «Дочки-сыночки». и узнаем, чем же полезна игра для детей младшего школьного возраста. Доброе утро! Однажды мы с вами говорили о том, как важно не перегружать детей излишним ранним развитием. О том, что ребенку к пяти годам важно учиться не только читать и считать, но и дружить, и даже скучать. Так вот, сегодня мы вам напомним о важности игры в детской жизни. Что такое игра? Для нас, взрослых, это развлечение, потеха, а для ребенка это жизнь. Только в процессе игры он обучается и взрослеет, познает окружающий мир и дает выход накопившимся эмоциям. Оказывается, призывая детей к порядку и тишине, мы замедляем их общее развитие. Конечно, если дети стоят на ушах, а вы только что вернулись с работы домой и хотите тишины, сложно будет сохранить терпение. Тогда обозначьте границы для детских игр. Возможно, это будет другая комната. Или новое правило – шумные игры играем, лишь спустя час после папиного прихода домой. Первое, что игра дает ребенку – это физическая активность. Далее в игре развиваются внимание и память, что точно пригодится в школе. Развивается образное мышление. Дети учатся принимать нестандартные решения, чтобы реализовать свой сюжет игры. И в целом в процессе игры развиваются навыки, необходимые нам во взрослой жизни. Какие? Первое – это быть лидером и умение подчиняться. В игре это очень четко прослеживается. Второе – это чувство дружбы. Потому что именно в игре зарождается общность интересов. И ребята именно в игре понимают, что такое дружба, как дружить и как взаимодействовать. Это социальные отношения. Потому что в игре очень часто нужно договориться. Очень часто нужно устроить торг, умение уступать и умение настаивать на своем мнении. Это очень важно во взрослой жизни. Разобравшись, что игра для ребенка – это первые шаги во взрослую жизнь, каковы теперь наши действия? Мы должны много играть со своим ребенком. Мы должны уделять этому достаточно времени. Мы должны свой дом превратить в такую игровую площадку. Мы должны очень много гулять с детьми на природе и природу впустить в свой дом. Собирать всевозможные листики, шишечки, желуди, чтобы это все было в доме. Мы должны очень много играть в интеллектуальные игры. И здесь многие ошибочно считают, что чем больше игрушек будет у ребенка, тем плодотворнее получится процесс игры. Но, как показывает практика, не все так просто. Хочу обратить ваше внимание на количество игрушек у современных детей. Порой детские комнаты напоминают игрушечные магазины. Однако наблюдение психологов показывает, что игрушек на виду у ребенка не должно быть много. Прячьте неиспользуемые в шкаф. Оказывается, дети даже ломать игрушки могут по причине пересыщения ими. Если игрушек много, ребенок быстро переходит от одной к другой, пытается решить несколько задач и не доводит дело до конца. А в детской игре главное – увлеченность, когда ничто другое не отвлекает. Только тогда процесс игры принесет пользу. Дорогие родители, позволяйте детям строить шалаши из покрывал, домики под столом и варить кашу из муки на кухне. Всему свое время. А детство – время игр. Будьте вашим детям помощником в их делах. И тогда со временем они станут помощниками в делах ваших. Вот ведь как! Взрослому кажется, что ребенок просто играет, а он в это время учится. И в игре он усваивает информацию гораздо лучше и быстрее, чем в приказном порядке. Согласна. Ведь даже взрослому, чтобы что-то делать качественно и хорошо, нужно иметь личную заинтересованность, нужно любить свое дело. Поэтому, наверное, так важно выбрать профессию в связи с своими духовными, моральными качествами и способностями. Да, кстати, если профессия не нравится, то не нужно бояться ее заменить. Ведь когда не нравится, своя работа и качество выполняемого страдает. И, конечно же, не очень доволен жизнью человек, получается. Да, и, дорогие друзья, герои нашего следующего сюжета – халатности допустить никак не могут на своей работе. Потому что они спасают жизни. Соответственно, делаем вывод, что профессию свои они любят и занимаются делом по призванию. Спасатель МЧС. Узнаем прямо сейчас. Прийти на помощь чрезвычайной ситуации в наше время всегда готовы спасатели. Недаром многие восхищаются этой профессией. Но мало кто задумывался над тем, что каждый раз, выезжая на происшествия, спасатели рискуют своей жизнью во имя спасения других. У каждого свой путь в эту профессию. А тот, кто в нее приходит, остается навсегда. Я работаю в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям 11 лет. Можно, наверное, с уверенностью сказать, что это был очень осознанный шаг. И в какой-то степени мечта детства. Будни спасателей имеют такую особенность, что каждый спасатель, когда идет на работу, на службу после отдыха, не знает, что его ждет на рабочем дне. Он может немного планировать в той или иной мере, но, естественно, все непредсказуемо. Каждую секунду мы должны быть готовы к ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сотрудники органов и подразделений чрезвычайных ситуаций – смелые и решительные люди, имеющие серьезную физическую подготовку. Все предполагаемые ситуации оттачиваются на постоянных тренировках, где в полной экипировке ребята проходят специальные дистанции, отрабатывают навыки пожаротушения и спасения пострадавших. Обязательным пунктом при подготовке сотрудника МЧС является изучение теории спасения. Поэтому знания из медицины, физики и психологии чрезвычайно важны. Чтобы попасть в подразделение МЧС, ребята проходят строгий отбор. Один из важнейших критериев при отборе профессии спасателя – это очень хорошее здоровье. У нас очень высокие требования в этом направлении, поскольку работать пожарному спасателю в современных условиях приходится в очень непростой, тяжелой обстановке. Работа спасателя командная, поэтому умение слаженно работать плечо к плечу с коллегами просто необходимо. Медицинская служба спасательного отряда также играет важную роль в спасении пострадавших. На выезды мы выезжаем достаточно часто. Медики необходимы и в случаях погружения водолазов, и в случае, когда происходит ликвидация химических каких-то аварий. Есть ряд ситуаций, где работники скорой помощи города не могут оказать помощь непосредственно в очаге. К примеру, человеку необходима помощь непосредственно в колодце, куда он там провалился. В своей работе спасатели постоянно сталкиваются с чужой болью, сами оказываются в опасных ситуациях. И ни один человек не удержится в такой трудной профессии, если не чувствует в этом настоящей потребности – спасать жизни другим. Сегодня 20 сентября, и вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. В 1802 году в России взамен устаревших коллегий манифестом об учреждении министерства организованы первые министерства. На первых порах их было восемь. Среди них – военное, морское, иностранных дел, коммерции и народного просвещения. Для объединения деятельности собирался комитет министров, на заседаниях которого часто присутствовал и император Александр I. 20 сентября 1941 года родился Юрий Смоляков – белорусский фехтовальщик на шпагах, мастер спорта международного класса. Является серебряным призером летних Олимпийских игр в Мехико, а также чемпион СССР в личном и командном первенствах. Автор многочисленных методических и учебных пособий по теории и методике фехтования. В 1946-м впервые был проведен Каннский кинофестиваль, однако первоначально идея принадлежит Венеции. Венецианский кинофестиваль задумывался как демонстрация силы и славы фашистского режима. Во Франции же решили противопоставить фашистскому кино кино свободного мира. Однако из-за начала Второй мировой первый Каннский кинофестиваль был отложен и, как оказалось, на 7 лет. 20 сентября 1974 года родилась эстрадная певица, автор некоторых собственных песен – Катя Лель. Настоящее имя – Екатерина Чупринина. Известность к певице пришла в конце 90-х после выхода первого альбома «Елисейские поля». Однако настоящими хитами Кати Лель по праву считаются песни «Мой мармеладный», «Муси-пуси», «Джага-джага» и другие. В этот день, в 2001 году, в связи с десятилетием таможенной службы, в здании таможни «Западный Буг» в Бресте открыт музей таможни. Здесь собрано большое количество экспонатов, рассказывающих о работе таможенной службы. Ещё раз доброе утро, уважаемые телезрители. Возвращаемся в студию прямого эфира программы «Утренний эспрессо». Как всегда, в эфире мы обсуждаем очень актуальные вопросы и жизненно насущные проблемы. И прямо сейчас хотели бы вам рассказать о том, я думаю, что многие телезрители знают, что вступили в силу изменений в порядке расчётов за газ и электроснабжение. Какие изменения уже вступили в силу, какие ещё вступят, расскажет гость нашей программы. У нас в гостях Геннадий Степанович Каменец, первый заместитель генерального директора Брестского областного унитарного предприятия управления ЖКХ. Доброе утро, Геннадий Степанович. Доброе утро. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям, в чём суть вот тех самых изменений в порядке расчётов за газ и электроснабжение. Значит, правительством было принято постановление номер 510 от 29 июня текущего года, которым внесены изменения в действующий порядок расчетов и начисления платы за жилищно-коммунальные услуги. Изменений достаточно много. Многие изменения носят уточняющий характер, но и частично изменился порядок начисления платы. Часть изменений вступила в силу с 1 июля, часть вступает в силу с 1 октября. Значит, с 1 июля изменилась лимит потребления электроэнергии для оплаты по субсидируемым тарифам. Введена скидка с тарифов на тепловую энергию при установлении индивидуальных приборов учета тепловой энергии и расчетов по ним. В объемы водоотведения не включаются те объемы водоснабжения, которые использованы в частных подворьях для полива огорода и содержания скота при наличии индивидуальных приборов учета воды на эти цели. Значит, что касается изменений, которые вступят в силу с 1 октября, здесь то, что граждане смогут приостанавливать оплату до 6 месяцев в календарном году по частным домам за вывоз твердых коммунальных отходов. Это очень актуальный такой вопрос. Значит, следующее изменение, которое вступает в силу, это то, что жители, жильцы, проживающие в общежитиях, будут оплачивать за электроэнергию, используемую на освещении и вспомогательных помещений. И следующее изменение, это то, что те жилые помещения, которые используются для предоставления краткосрочных мест проживания, то здесь основные жилищно-коммунальные услуги, кроме платы за капитальный ремонт, текущий ремонт и санитарное содержание вспомогательных помещений, будут оплачиваться по экономическим обоснованным тарифам. Геннадий Степанович, а чем вообще обоснованы вот эти изменения? Это время подошло к тому, чтобы поменять объемы? Почему задумались над этим вопросом? Значит, это изменение обусловлено как бы практикой применения законодательства, потому что жизнь не стоит на месте, она изменяется. Много возникает каких-то вопросов, которые появляются, новые, какие-то где-то были неурегулированы ранее законодательством. Поэтому вот в числе совершенствования порядка начисления и приняты данные изменения. Дорогие друзья, мы находимся в студии прямого эфира 21-55-65. Мы просим вас дозваниваться и задавать интересующие вопросы. Мы ответим прямо здесь, наш гость подскажет нам. Напомним, у нас Геннадий Степанович Каменец, заместитель 1-й генерального директора Брестского областного унитарного предприятия управления ЖКХ. Геннадий Степанович, а в каких случаях и какие категории граждан смогут оплачивать электро- и газоснабжение по субсидированным тарифам? В части изменения начисления платы за электроснабжение и газоснабжение здесь прошли значительные изменения. Наиболее значимое из них это то, что ряд категорий граждан теперь имеют право оплачивать по субсидируемым тарифам данные услуги по двум местам. Это по месту постоянной регистрации и по месту пребывания. Это наболевший вопрос времени, потому что зачастую это, как правило, данная льготная категория. Это неработающие пенсионеры, это инвалиды, имеющие право на льготу, инвалиды третьей группы. Они зарегистрированы, скажем, в городских квартирах, а часто проживают на дачах, в деревне, в домах оставшихся им наследства. Поэтому, естественно, усмотрение потребителя, он имеет право выбрать место, по которому оплачивать услуги, или по месту основной регистрации, или по месту... То есть ему нужно куда-то указать определенный адрес, там, где он хотел бы оплачивать именно по субсидируемым тарифам? Да, значит, для этого нужно обратиться в газоснабжающую или электроснабжающую организацию по месту жительства, предоставить туда подтверждающие документы. Это пенсионное удостоверение для пенсионеров, это удостоверение инвалида, или там другой документ, подтверждающий, что лицо, достигшее пенсионного возраста, не работает. И более подробную информацию и по другим моментам, там уже ответят обратившимся к гражданам по месту. Геннадий Степанович, скажите, а чем вызваны подобные изменения? То есть что привело к тому, что мы так изменили систему оплаты ЖКХ? Ну, это в первую очередь для удобства граждан, потому что зачастую, как я повторюсь еще раз, что ранее действующее законодательство четко прописывало по месту регистрации основному. То есть если пенсионер зарегистрирован в городской квартире, а фактически проживает в деревне или в садовом домике, то он оплачивал по субсидированным тарифам по городской квартире, а по экономическим обосновам ему приходилось оплачивать по месту фактического проживания. Это, конечно, было неудобство и значительное удорожание проходило в оплате услуг для каждого конкретного потребителя. А ведь часто бывает так, что жители зимнее время проводят в квартирах, а на лето переезжают какие-то дачные дома в деревню. Что делать в таких случаях? Можно ли разбить как-то по полугода, что вот когда проживаешь в определенном домике, и оказать адрес и уже там оплачивать по именно этим годным тарифам? Ну, этот момент предусмотрен именно в плате за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Нередкость, когда человеку, который проживает и зарегистрирован в городской квартире, в наследство достался дому в деревне, и он все лето проводит там. И, значит, здесь ранее действующее законодательство позволяло, предписывало производительное числение платы в данном случае по экономическому, вернее, по тарифу, субсидируемому за плату по вывозу ТКО весь период. Вот, фактически он там проживает менее-менее года. Не зависимо от того, сколько он там живет. Поэтому сейчас, с 1 октября, вот эти изменения, которые вступают в силу, позволяют до 6 месяцев в году приостановить начисление платы по вот этому... Здорово, это очень удобно, экономить деньги наши граждане. Это вызвано анализом применения именно этой данной нормы и на основании тех обращений, которые поступали в органы. Геннадий Степанович, еще, пожалуйста, скажите, изменятся ли объемы потребления, вот эти минимальные, по субсидированным тарифам? Что касается изменения объемов, то здесь предусмотрен такой момент, что если жилое помещение обеспечено централизованным газоснабжением, но в то же время оно не обеспечено электрическими плитами и не обеспечено централизованным горячим водоснабжением, то есть это, как правило, частное домовладение, то здесь изменяются объемы потребления электроэнергии, оплачиваем по субсидируемым тарифам. Если это раньше было до 150 кВт, то сейчас этот объем увеличен до 250 кВт. Было 150, стало 250. То есть опять же на встречу людям. Дорогие друзья, напомним, у нас в студии находится Геннадий Степанович Каменец, первый заместитель генерального директора Брестского областного унитарного предприятия управления ЖКХ. Геннадий Степанович, часто ведь бывает так, что дома не снабжены индивидуальными счетчиками, либо вот есть ли какие-то вот в этом плане изменения? В этом плане очень существенные изменения произошли. Значит, правительство стимулирует население именно для расчетов по индивидуальным приборам учета тепловой энергии. И здесь, если по тем жилым помещениям, которые не были оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой энергии, и граждане самостоятельно за счет собственных средств устанавливают данные приборы учета, то в течение трех лет после их установки они оплачивают потребленную тепловую энергию со скидкой 10% с тарифа. Те жилые дома, жилые помещения, которые были оборудованы индивидуальными приборами учета, но расчеты по ним не производились в силу разных там обстоятельств, и теперь гражданин начинает производить расчеты по индивидуальным приборам, в этом случае потребитель будет оплачивать тепловую энергию в течение трех лет со скидкой 5%. Здорово. Геннадий Степанович, еще такой финальный вопрос. Осенне-зимний период. Изменятся ли тарифные ставки на услуги за ШКХ? До конца текущего года изменение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения не планируется. Спасибо вам большое. Спасибо, что нашли время для того, чтобы прийти к нам и ответить на актуальные вопросы. Это, уважаемый телезритель, мы напомним, что у нас в гостях был Геннадий Степанович Каменец, первый заместитель генерального директора Брестско-областного унитарного предприятия управления ЖКХ. Но мы продолжаем наш эфир и прямо сейчас узнаем, какой же будет погода в нашей области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Гороскоп не советует овну пробивать стены лбом, если можно просочиться через небольшую щелку. Ваши личные прогнозы на карьерный рост не осуществятся, но это не самое страшное. Телец будет волосы на голове рвать, лишь бы оказаться впереди остальных коллег. Неудивительно, ведь на кон поставлена ваша карьера, да еще и крупная премия. Гороскоп обещает близнецам массу выгодных вариантов по работе, но выбор за вами. Если все просчитаете до мелочей, то сможете заказывать себе солидный костюм и покупать Мерседес. Рак будет вести себя как собственник, причем как в рабочем коллективе, так и в кругу семьи. Отбросьте свои командирские замашки, иначе окажетесь в плену своих сомнений. Гороскоп не рекомендует Льву демонстрировать ревность там, где для нее нет повода. Любимый человеком доверяет, а это главное. Поездки по служебным делам гарантируют Льву колоссальный успех. У девы может не хватить терпения во время решения семейных проблем, но именно от этого зависят ваши дальнейшие отношения с супругом. Для новых дел день благоприятный, если вы заранее все продумали. Гороскоп советует весам заняться решением имущественных вопросов. А также посчитать, сколько денег нужно на путешествия. Если вы уходите в минусы, то срочно начните экономить. Скорпиону не следует устраивать сцены, если априори нет актерского таланта. Вы перегибаете палку в общении с влиятельными людьми. Если дело так и пойдет, то не видать скорпиону карьеры и высокой зарплаты. Гороскоп обещает Стрельцу массу аргументов за новую работу, которую нашел для него близкий друг. И не сомневайтесь в своих способностях, уверенно идите вперед. Козерогу принесут неожиданную и крупную прибыль авантюрные проекты. Вы не делали на них ставку, а все так удачно сложилось. В коллективе у вас немного единомышленников, но это все равно поможет отстоять свои цели и принципы. Гороскоп не предсказывает Водолею легких путей наживы, но небольшая прибыль все-таки поступит. Только без фанатизма пройдитесь по магазинам. Есть шанс купить что-то новое и недорогое. Рыбы могут так влюбиться, что работа шустро уйдет на второй план. Главное не идеализируйте нового избранника, иначе наступите на те же грабли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Доброе утро, Брест! Вам традиционно, чтобы получить сертификат, нужно ответить на наш вопрос. А вопрос сегодня звучит так. Кто изобрел современные ножницы, вот такой современной конструкции, которую мы знаем и все вместе представляем, с ручками и шарнирами между лезвиями? Так что дозванивайтесь к студию прямого эфира 21 55 65, телефон вы уже знаете, видите его на своих экранчиках, отвечайте на наш вопрос. Кто изобрел первые ножницы современной конструкции с ручками, шарнирами, между лезвиями? Вот такой вот вопрос. Многим, я думаю, понадобится интернет для того, чтобы их ответить, но ничего страшного. Но если ответите на этот вопрос, вы получите посещение на парикмахера-стилиста, 50% скидка на его услуги. Да, даем вам время, друзья, погуглите. Пока небольшая подсказка. Самые первые вообще ножницы были найдены около 3000 лет назад и были предназначены для стрижки овец. Но они скорее были похожи на два лезвия с какими-то острыми концами. Это было в Древнем Риме. А потом в Европе про ножницы благополучно забыли. И вот лишь спустя некоторое время, в пятом веке нашей эры, о них снова вспомнили и как будто бы заново изобрели. Кто это сделал, дорогие друзья? Кто изобрел современные ножницы? Ножницы современной конструкции, такими, как мы знаем их сегодня. Необходимо ответить вам на этот вопрос, дозвонившись к нам в студию 21 55 65. Ждем ваших звонков, ведь на кону сертификат на посещение парикмахера-стилиста Максима Бурковского. 50% скидка для того, кто дозвонился к нам уже прямо сейчас. Доброе утро! Здравствуйте! Как зовут вас? Ирина. Ирина, очень приятно слышать такой бодрый голос с утра пораньше. Как настроение? Хорошее, скоро на работу. На работу собираетесь, очень здорово. Долго вас задерживать не будем. Ирина, что будете делать? Стрижку, укладку или, может быть, смените образ кардинально? Укладку, думаю. Укладка может понадобиться, да? Хорошо, Ирина, ну что, признавайтесь, воспользовались интернетом? Нет, не воспользовалась. Что-то недавно раз было в Пальшмахерской, там что-то было такое, типа фильм какой-то, что-то такое. Такое познавательное что-то было, да? Хорошо, так кто же изобрел ножницы современной конструкции? Не знаю, я все правильно помню, может быть, Леонардо да Винчи? Правильный ответ. Ирина, вы по праву выигрываете свой сертификат. Совершенно верно, в пятом веке нашей эры Леонардо да Винчи заново их изобрел. Спасибо вам за звонок, не кладите трубку, вам расскажут, как забрать сертификат. Очень здорово, что внимательные телезрители, видите, даже когда «Свобода» проводит время, где-то вот бегущая строка, где-то какой-то познавательный фильм, и могут отвечать вот на такие где-то даже сложные вопросы. Без интернета. Что ж, друзья, мы движемся дальше и напомним, что 2018 год в Беларуси назван годом Малой Родины. Поэтому наш следующий сюжет о талантливом мастере, который умеет плести из корня сосны. Узнаем вместе прямо сейчас. Не шматрис, но ем майстров, кому корень поддался и раскрыл свои секреты. Мне пошанцевало знайсти такого человека. Иван Михайлович, добрый день у хату. Смест сады у карьер, у лес, на пошуки необходной сыровины. Иван Михайлович, а вот этот инструмент, это что, кирка? Ну, подобно на кирку, а лишь то я зробил сам, из молотка каменского. И маю навыки до працы на верне, в кузне, колись меня дед был кузнецом. Нельгавы компаска рані живога древа. Лепі за все здабываць их на высечках. Коли глеба у леся друзлая, корень вызволяецца легка. Оптимальна ягода у женя, коля полтора метра. Колись боли, працаваць им будзеня зручна. Што гэта я стою, гляжу, як іншая працуюць. Давайте, мабыць, я паспробую, як гэта киркой працаваць. Ото береш, разрыбаеш в сторону, куда он идёт. І його вытягнуєш. І його вытягнуєш. Як і верховіна айсберга. На перазі чекає працайомкая робота. Плецень можна використовувать для любых життєвых потреб. Чого толькі не плялі з корня тагочасной майстри. Меблю, прадміты, інтер'єра, рыбацькі і поляўниче прастосаванні. Іван Михайлович, расскажіть, а що сьогодні будете плести ви? Ну, я паспробую плести салонку. Для гэта я чищу корень, який ми заготавлювали з вами. Вот таким спосібом. Набор інструментів для працокі і плятсень не шматлики. Очищається корень мудро-гелісто скрученай проволокою. Ножом образається усе непотребне. Так званой щапилкой расщапляються корани. Для чого це делається? Для того, щоб равномерна лента получилась. Вон розділяє под одним углом і делиться очень быстро і удобно. Усі про мудрость, амплятсенья Іван Михайлович знарок нигде не вучився. Кошелі пляли дед, батька і навод мати. Тільки вось не надто цікавіюся їх творчені справами малый Іван. Матуля моя всю життя тут прожила, в этой хаті. І кошелі робила. Кошелі в основному робилися, коли корови пасли. День большой, стадо коров своїх. І за цей роботою, за цим пасінням, кошелі спрятає. З годами душа таки прагнула вертання у родну в'язку, баськовську і хату. З виходом на заслужений відпочинок це стало махчимим. Зараз вирішив встановити ось це все, то, що я кадрісті бачив з молоду. Основне моє заняття – різьба по древу. Але корінь теж древа. Чому не спробувати зробити сочетання корінь і древа? І щоб затрималася, якась така цікава посуда. Посуд, бутлі, кашалі, куфіркі – у попыці спотребіться усе. Вироби з хвайових коріньів у вязковців користаються великим попытом. І вони можуть заховуватися каля ста годів. Одзіне, що може зміниться за такий долгий час – колір. А ще один безпречний плюс долговечних плятінок – їх оригінальність і неполторність. Дякую за перегляд! Закономерно, що в 1996 році, після того, як Беларусь получила свою независимість, був назначений день праздновання таможенними службами. Парсональний праздник таможенників. Назначена його дата. І це починається новий етап в розвиті таможенной служби, який можна назвати становлінням як органа, стоящого на захисті економічних інтересів нашої країни. Знакових каких-то уліц, по которому ми ходимо кожен день, але не замечаємо в зв'язі со своєю занятостю великою. І вот сейчас ми хотіли б обратити на це внимание. І поговоримо сьогодні. В честь великого русського писателя її назвали в 1909 році. Сьогодні уліцю украшають необычні фонари, які вже стали достопримечательністью міста, і к котрим так і льнут туристы. Приємно пройтись по вулиці, коли тебе з двох сторон окружають прекрасні ковні фигури. Малі архітектурні форми дарять городу различні організи, підприємства, індивідуальні предприємати і навіть частні лиця. Кожен фонарь виконаний своєм препетом і з любов'ю. А когда-то эта улочка звалась Средній, потім носила імя Костюшка. І тільки після освобождения міста від гитлеровців на домах появились таблички «Уліца Гоголя». Тоді ж уліцю стали восстанавливати, збирати по крупицам. Зараз вона пішет здоровьем і радує глаз. Некоторі арт-обіекти посвящені професіям. Тут є і дворник, і чистильщик обови. А вот це віць – наєхній сантехник, який його встановили в цьому році. Рядом з ним красується чудна лавочка, на якій можна посидеть і віддохнути. Вона виконана в виде труб. Із її крана можна наблюдає, як течет вода. Аллеї фонарей основано в 2013 році. Каїх тільки скульптур здесь нет. І швейна машинка, і щедрий стол, за котрим можна угоститься различними яствами. І фонарь-швея, пришиваючий большой иглой пуговицу. Гуляє по вулиці середі скульптур, можна представити, що це длинна фотозона чи музей на відкритому віддіхі. Хтось пофілософствують у скульптуры маленького принца, хтось поставить ножку чистильщику. А я сядусь здесь, на лавочці для поцелуів. Дякую за перегляд! Звучить ціху тисячелеті. Ви представляєте, цілая история. Ви, кстати, знали, що Брест – це єдинний міст в місті, який був полностью разрушений і встановлюваний вже на новому місці. А ще у нас є фонарчик. Така вот сказочна, єдинна професія у нас в Республіці Беларусь. Фонарчик, який кожен вечір зажигає 17 фонарей на вулиці Советській. Старинне здання нашого города дышат историей. Поэтому сейчас мы хотели бы выделить несколько мест, которые обязательно стоит посетить в городе Бресте. Мы покажем их также на фото. Смотрите на ваши экраны. И вот, например, то, что у нас есть Брестская крепость, об этом знают все. О том, что в нескольких шагах от нее располагается еще один интересный комплекс. Музей поездов знает не каждый. Музей железнодорожной техники, как его называют в других источниках, на открытой площадке собрано более 60 поездов, относящихся к разным часам и разным эпохам. Практически все поезда собраны в музеи действующие, а некоторые из них иногда даже используются во время киносъемок. Место номер два, подчеркнем, аллея фонарей. Как мы уже говорили, с недавнего времени Брест стали называть городом кованых фонарей благодаря улице Гоголя. Ну и особое впечатление производит все тот же фонарщик. Обязательно его нужно увидеть. Очень колоритное зрелище. В начале Советска даже стоят специальные часы, которые отмечаются в времени, когда он должен появиться. Зимой это происходит в районе 6 часов вечера, ну а летом чуть позже, когда начинает темнеть. Очень здорово. По Гоголе интересно гулять, мне кажется, и летом, и зимой. Это всегда очень интересная улица. Хорошо, что она у нас теперь такая красивая. Ну а для людей верующих, и не только, мы готовы представить Свято-Николаевский собор. Несмотря на то, что собор относительно молодой, он был построен в 19 веке на территории Брестской крепости, но он уже многое пережил на своем веку. Он был и православной церковью, и костелом, клубом, руинами, и, наконец, снова православным собором. Да, собор сильно пострадал во время войны, но стал одним из последних захваченных мест фашистами. В настоящее время храм реставрируется, по-прежнему пользуется особым спросом и уважением популярности у местных жителей, приходящих сюда на службу. Помните, друзья, вокруг нас есть масса потрясающих мест, которые действительно стоит увидеть. А вот о чем еще стоит почитать и где нам это сделать, нужно выяснить прямо сейчас из обзора прессы. Делегация Брещины приняла участие в работе 13-го Белорусского международного медиафорума «Партнерство во имя будущего. Цифровая повестка для медиапространства». Подробнее читайте в свежем номере еженедельника «Заря над Богом». Спортивного, насыщенного задором туристического слета учителей в Прибужье ждали давно. Два дня возле деревни Каменица Журовецкой педагоги имели возможность пообщаться в неформальной обстановке, оценить спортивные и творческие способности коллег. О том, как прошло мероприятие, вы сможете узнать на странице «Зари над Богом». Традиционная линейка ознаменовала начало нового 9-го учебного года в институте 3-го возраста. Сюда приходят за знаниями, за разговорами по душам, что особенно важно для пожилых людей. Репортаж с линейки в свежем номере Брестского вестника. В парке «Тысячелетие Бреста» при участии главы Белорусской православной церкви митрополита Павла заложили кедровую аллею в честь Афанасия Брестского. Территорию рядом с храмом Рождества Христова укротили 25 кедровых деревьев. Как это было? Читайте в новом номере Брестского вестника. О чем прочитать, узнаете из обзора прессы «Утреннего эспрессо». Самый старый ботанический сад в Беларуси. Первый белорусский ботанический сад заложили в 1847 году при Горегорецком земледельческом институте нынешней Белорусской сельхозакадемии. Его создали как научно-исследовательскую лабораторию для практических занятий студентов. Сегодня площадь ботанического сада в Горках – 8 гектаров, вместе с дендропарком – почти 12. В коллекции ботанического сада больше 2000 видов растений. Самый большой аэропорт в мире – Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон находится в 11 километрах от Атланты, столицы штата Джорджия в США. Ежегодный пассажиропоток здесь почти 100 миллионов человек. Количество взлетов и посадок – почти миллион. Большинство рейсов аэропорта – внутренние. Длина взлетно-посадочных полос – от 2,5 до 4 километров. Выходов из аэропорта – 196. Самый высокий водопад в мире – чудо природы – находится в Венесуэле и носит имя «Анхель» в честь пилота его открывшего Джеймса Энджела. Водопад затерян в джунглях юго-востока Венесуэлы и включен в состав национального парка Канайма. Гора, с которой не извергается самый высокий водопад, называется Ауянтепуй, что в переводе на русский означает «гора дьявола». В высшей точке водопада считается высота 979 метров, но вода падает с высоты 807 метров. Расход воды «Анхеля» примерно 300 кубических метров в секунду. Возвращаемся в студии прямого эфира программы «Утренний эспрессо». Уважаемые телезрители, подходите поближе к своим телевизорам, поскольку мы сейчас будем обсуждать актуальную тему начала нового года, а начало нового учебного года – это всегда какие-то новинки. И хотели бы прямо сейчас вам рассказать, что в Барановича, в 3-4 гимназии заработали STEM-центры. Что это за STEM-центры, как они будут работать и для чего они создаются, расскажет наш гость. А у нас в гостях Александр Хомич, директор Ассоциации образования для будущего. Доброе утро, Александр. Первый вопрос, который сразу возникает. Чем занимается ваша организация? Что вы там делаете? Наша организация является некоммерческой организацией, и мы развиваем детское STEM-образование. Ну, в первую очередь, надо пояснить, что такое STEM. STEM – это аббревиатура, которая с английского переводится как «Естественная науки, технология, инженерия и математика». То есть мы, соответственно, в школах развиваем вот это направление. Наша цель – обеспечить доступ к STEM-образованию как можно большему количеству детей. И если у нас в Минске, в областных городах еще более-менее с STEM-образованием, то в регионах у нас не все так хорошо. Поэтому мы приходим в регион, находим талантливых учителей, находим талантливых руководителей школ и открываем у них STEM-центр. STEM-центр – это класс в обычной школе, либо в гимназии, в котором сделан красивый ремонт с ориентиром на современные технологии. И в этом классе дети могут заниматься программированием, робототехникой, 3D-моделированием и всеми другими вещами, которые потом смогут привести их в профессию, связанную с высокими технологиями. То есть получается это класс, который определен каким-то оборудованием специальным, да? Да. В этот класс мы поставляем в первую очередь ноутбуки, потому что сейчас без компьютера уже никуда. И ноутбуки значительно удобнее, чем десктопные компьютеры, потому что ребенок может взять их, поставить возле робота. И мы поставляем туда роботы, наборы робототехники, которые как раз-таки в детях развивают ту самую инженерию. Они могут собрать робота, они могут там, они понимают, что такое шестеренки, например, как они работают, и запрограммировать этого робота, и этот робот будет выполнять определенное задание. То есть грубо говоря... У нас есть фотографии этих современных классов, давайте их покажем нашим телезрителям, чтобы они тоже увидели, чем же оборудование эти современные классы STEM-центров. Ну вот, например, STEM-центр в третьей гимназии. Дети вот собирают как раз-таки наборы робототехники, это лего. Ну вот это открытие фотографии. Торжественное открытие. Торжественное открытие, на котором присутствовала и администрация, и отдел образования. Вот. Это уже пошли из четвертой гимназии. Как видите, класс немножко отличается по дизайну. Ну, опять-таки, и оборудование, и дети, и улыбки на лице детей все такие же. С детям обычно очень нравится. И проходят занятия, вот как мы видим, за круглым столом, да? Да, проходят, потому что в современном мире надо, чтобы дети умели работать друг с другом, и даже того же робота, одного ребенок будет собирать очень долго, а когда они собирают там вдвоем, втроем, это, во-первых, быстрее, во-вторых, дети учатся работать в команде. А занятия проходят, это как традиционный урок, это во время уроков, или это в неурочное время, или это шестой школьный день? Это дополнительное образование. То есть занятия проходят в рамках кружков и факультативов. У нас есть утвержденное Министерство образования программы, которая по робототехнике и по программированию на языке Scratch. И в STEM-центрах, которые мы открываем, мы как раз-таки рекомендуем идти именно по этой программе, потому что она очень хорошая, она проверена, и она работает. Ну и, соответственно, единственное условие, которое мы ставим школам, в которых мы открываем STEM-центры, это то условие, чтобы занятия для детей были абсолютно бесплатны. То есть наша задача найти новых Стивов Джобсов, Кулибиных, и они рождаются, может быть, в семьях, которые не могут себе позволить заплатить за какое-то образование. Поэтому мы идем в малые города, поэтому мы делаем так, чтобы образование для детей было бесплатно, вот, STEM-образование, и мы нашли как можно больше таких звездочек. То есть, получается, нет такого, что вам нужно, вы заинтересованы только в больших городах, там, в областных центрах, столице, то есть это может быть где угодно? Да, это может быть где угодно, да, это районы, например, у нас есть STEM-центр даже в деревне, да. Ну, там, конечно, довольно большая деревня, там 3 тысячи человек, но, тем не менее, мы открыли в деревне STEM-центр, это деревня Лошница в Минской области под Борисовым, и в этот STEM-центр дети с окрестных деревень приезжают и занимаются. То есть независимо от того, где ты живешь, я уверен, что детям интересно, дети приезжают, и, может быть, вот наш новый, там, Стив Джобс живет в каком-нибудь деревеньке, и вот уже ездят на автобусе в один из наших STEM-центров. А кого вы ждете в этих STEM-центрах? Это любой ребенок может заниматься там? Мы на входе, мы не отсеиваем детей, то есть если ребенок хочет заниматься, он приходит к нам в STEM-класс. Но очень быстро определяется, кто действительно хочет заниматься, кому неинтересно, потому что дети, они же еще выбирают, чем им заниматься в будущем, и, соответственно, если им неинтересна робототехника и программирование, они очень быстро уходят из этого STEM-класса, и тогда мы набираем туда новых детей, и таким образом у нас получаются мотивированные, на выходе получаются мотивированные дети, которые хотят дальше продолжать заниматься подобными вещами в будущем. Скажите, где-то кроме Беларуси, кроме Барановичей, есть аналоги таких предприятий? На самом деле STEM-это международный, так сказать, тренд. И, например, в Америке очень многие денег именно государственных тратятся на развитие STEM-направления. Россия тоже значительно, по крайней мере, впереди нас. Вот в Украине тоже это направление развивается. Но, по большому счету, STEM-это очень-очень молодое направление, и никто толком не знает, как это правильно делать, и все делают первые шажки. И мы, Беларусь, я имею в виду, делаем первые шажки совместно с всем миром. То есть, ну, это, получается, диктует время, актуальное образование, да, современное? Да, это диктует время, потому что, ну, мы все видим, как изменились технологии за последние 10 лет. И, соответственно, образование должно как-то на это среагировать и подготовиться к тому, что будет еще в следующие 10 лет. Потому что что-то мне подсказывает, что движение вперед будет еще быстрее. Скажите, это только взрослый, это только ребенок может ходить? Или, допустим, вот взрослому тоже интересно, многие там машинки коллекционируют какие-то, да, а кто-то может робота собрать хочет? Вы знаете, это очень интересный вопрос. Во-первых, в стенд-центр детей вводят папы. И вот сколько было поползновений, сесть рядом с ребенком и начать собирать. И тоже собрать, конечно. Да, но все-таки это должно быть для детей. Дети должны учиться самостоятельно. Но родители тоже очень хотят в этом поучаствовать. Плюс, в принципе, робототехника уже на более серьезный уровень, она интересна студентам. Почему? Потому что лего-робот, который мы отдаем в школу, это довольно-таки простецкая штука. Но есть более серьезная робототехника. Я верю, что дети, которые учатся сейчас в наших стенд-центрах, когда они достигнут определенного уровня, они смогут даже реализовать какие-то проекты со студентами и создавать какого-то робота, который, например, будет имитировать марсоход. Ну, логично. Для детей, для студентов это как шаг в будущее. Это возможность профессию приобрести. Ну, а для взрослых это, скорее всего, просто развлечение. А вот учителям нужна ли определенная подготовка для работы в таких стенд-центрах? Безусловно. Учителям надо знать, что делать с этим роботом. И для того, чтобы учить ребенка, как собирать этого робота, учитель, конечно же, должен уметь сам его собрать и преодолеть все задания, которые есть для работы с этим роботом. Соответственно, мы проводим, перед тем, как открыть этот центр, мы проводим обучение совместно с Институтом повышения квалификации при педоуниверситете в Минске. И их там обучают робототехники, их там обучают скрейч, как писать программы на скрейч. И в целом им дают общее понимание того, какие есть направления, и дальше уже педагог может сам развиваться. Более того, мы на одних этих курсах не останавливаемся. Мы сейчас работаем над новыми курсами, которые углубят те знания, которые уже есть у наших педагогов. Здорово. Александр, конечно, очень интересная тема, но нам нужно подытожить. Скажите, планы. Что у вас в ближайшем будущем запланировано? Может быть, на нашу Брестскую область? На Брестскую область. Да, у нас есть большие планы. Во-первых, я хочу сказать, что мы откроем еще один центр Барановичев, потому что достаточно большой город. Востребовано. Востребовано там, да. И благодаря первым двумцентрам там появился очень большой интерес к этой теме. Во-вторых, мы откроем стенд-центр для детей-сирот. Это уже будет в городе Бресте, где вот ровно тем же будут заниматься дети-сироты и дети в социально опасном положении. Также мы сейчас планируем провести конкурс по всей республике на определение 10 школ, которые в 2019 году станут, в которых будут в 2019 году открыты новые стенд-центры. Вот. И если нас сейчас слышат учителя, директора, то, пожалуйста, заходите на наш сайт. Там на следующей неделе, в понедельник, будут вывешены условия этого конкурса, и вы можете поучаствовать. Можете назвать сайт, чтобы было проще найти его. edu.future.by Но проще загуглить, написать ассоциация образования для будущего, и вас первая ссылка выведет на наш сайт. Спасибо большое, Александр. Удачи вам в ваших начинаниях, ваших планов. Планов очень много, и мы ждем все больше и больше стенд-центра у нас в Брестской области. Спасибо, что нашли время приехать к нам из Минска и рассказать нашим телезрителям о таком направлении, как стенд-центр. Винке, да, которая теперь есть. Здорово, что и у нас. Ну что ж, дорогие друзья, у нас был Александр Хомич, директор ассоциации образования для будущего. Организация, которая открыла ряд стенд-центров в Барановичах и не останавливается на достигнутом. Планов много, и мы, конечно, желаем скорейшего их исполнения. А мы идем дальше по эфиру. И прямо сейчас узнаем новый рецепт от Ивана Гринина. Что же он приготовил вкусненького сегодня на завтрак, узнаем прямо сейчас. Доброе утро. Иногда хочется порадовать близких какими-нибудь интересными рецептами. И вот мне сегодня хочется поделиться с вами одним из блюд мексиканской кухни. Оно называется гуакамоле. Это паста из авокадо. Ну что, приступим? Вам понадобятся следующие продукты. Авокадо, томаты черри, лайм или лимон, свежий перец чили, лук-шалот, чеснок, пучок зелени, кинзы или петрушки, чабата, желательно подсушенный, немного оливкового масла, смесь прованских трав. Теперь приготовление. Чтобы приготовить идеальный гуакамоле, необходимо выбрать правильный авокадо. Он должен быть спелый, упругий, не слишком мягкий. Разрезаем плод вдоль на две половинки. Удаляем косточку, а мякоть при помощи ложки выкладываем в глубокую тарелку. Тщательно разминаем мякоть тропического фрукта. Только не делайте гуакамоле в блендере. Прямо в мякоть авокадо выдавливается сок лайма или лимона. Он предотвратит потемнение авокадо. Остроту классического гуакамоля можно регулировать количеством перца чили. Теперь очередь лука-шалот. Мелко нарезаем. Вкус лука не должен доминировать в гуакамоле, а придавать легкую пикантную нотку. Измельчаем чеснок и добавляем к остальным ингредиентам. Если вы не любите кинзу, замените ее, например, на петрушку. Зелень нужно мелко порубить. Крупные помидоры можно заменять на черри. Нарезаем их и выкладываем на отдельную тарелку. Теперь уместно добавить немного прованских трав и оливковое масло. Перемешиваем. Консистенция у гуакамоле может быть разной. Все зависит исключительно от ваших вкусов и предпочтений. Подавать с подсушенным хлебом чаобата или можно даже в качестве легкого гарнира. Добавим черри. Посолим по вкусу. Перец черный молот и добавляйте на ваше усмотрение. Гуакамоле готов. И что еще хочется сказать? Что готовьте с удовольствием, радуйте своих близких. С вами был шеф-повар от Эль-Ромитаж. Гринин Иван. Приятного аппетита. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Возвращаемся в студию прямого эфира, дорогие друзья. Утренний эспрессо на календаре четверг, 20 сентября. Все мы любим смотреть кино. А это значит, что мы должны знать, что сегодня, 20 сентября, самое значимое, престижное событие мирового кинематографа, Каннский кинофестиваль был впервые открыт в далеком 1946 году. Примечательно то, что открытие кинофестиваля было запланировано на осень 1939 года. Все было готово. И 1 сентября должно было состояться открытие. Однако именно в этот день началась Вторая мировая война. Поэтому открытие Первого Каннского фестиваля состоялось уже после войны, 20 сентября 1946 года. И с этого времени Каннский фестиваль проводится ежегодно, за исключением некоторых лет, когда он по разным причинам отменялся. В 1951 году его проведение перенесли на весну. И в мире кинематографа это все же событие номер один. А вот какое событие номер один будет именно для вас, сегодня стоит узнать из гороскопа и прислушаться к звездам, взять вот эти советы наших... Какое слово? Астрологов. Астрологов. Прямо сейчас посмотрим гороскоп. Вместе, да. Гороскоп не стоит утовну пробивать стены лбом, если можно просочиться через небольшую щелку. Ваши личные прогнозы на карьерный рост не осуществятся, но это не самое страшное. Селец будет волосы на голове рвать, лишь бы оказаться впереди остальных коллег. Неудивительно, ведь на кон поставлена ваша карьера, да еще и крупная премия. Гороскоп обещает близнецам массу выгодных вариантов по работе, но выбор за вами. Если все просчитаете до мелочей, то сможете заказывать себе солидный костюм и покупать мерседес. Рак будет вести себя как собственник, причем как в рабочем коллективе, так и в кругу семьи. Отбросьте свои командирские замашки, иначе окажетесь в плену своих сомнений. Гороскоп не рекомендует льву демонстрировать ревность там, где для нее нет повода. Любимый человеком доверяет, а это главное. Поездки по служебным делам гарантируют льву колоссальный успех. У девы может не хватить терпения во время решения семейных проблем, но именно от этого зависят ваши дальнейшие отношения с супругом. Для новых дел день благоприятный, если вы заранее все продумали. Гороскоп советует весам заняться решением имущественных вопросов, а также посчитать, сколько денег нужно на путешествие. Если вы уходите в минусы, то срочно начните экономить. Скорпиону не следует устраивать сцены, если априори нет актерского таланта. Вы перегибаете палку в общении с влиятельными людьми. Если дело так и пойдет, то не видать скорпиону карьеры и высокой зарплаты. Гороскоп обещает стрельцу массу аргументов за новую работу, которую нашел для него близкий друг. И не сомневайтесь в своих способностях. Уверенно идите вперед. Козерогу принесут неожиданную и крупную прибыль авантюрные проекты. Вы не делали на них ставку, а все так удачно сложилось. В коллективе у вас немного единомышленников, но это все равно поможет отстоять свои цели и принципы. Гороскоп не предсказывает водолею легких путей наживы, но небольшая прибыль все-таки поступит. Только без фанатизма пройдитесь по магазинам. Есть шанс купить что-то новое и недорогое. Рыбы могут так влюбиться, что работа шустро уйдет на второй план. Главное, не идеализируйте нового избранника, иначе наступите на те же грабли. Всем известно, что накануне празднования тысячелетия нашего города Брест меняется с каждым днем. И одним из таких мест, которое вскоре преобразится, является Кобринский мост. Так вот, под мостом уже пробит проход, который вскоре превратится в пешеходный переход. Нам больше не надо будет переходить дорогу сверху. Ну, конечно, в связи с проведением строительных работ, движение немножко там затруднено. Просим вас отнестись к этому с пониманием, потому что очень много людей задействовано, очень много грузовой техники. Кстати, о технике. Наш следующий сюжет расскажет нам об эксклюзивном грузовике. Все подробности прямо сейчас. Если на дороге появляется желтый грузовик Сергея Кунцевича, не обратить на него внимания просто невозможно. Сочный цвет и множество декоративных элементов привлекают взгляды и никого не оставляют равнодушным. Не раз машина становилась настоящей звездой автофестивалей. Все фотографируются, улыбаются, добра, счастья желают, счастливых километров. Ну, наши народы уже раньше, наверное, более-менее привыкли, но все равно, где не покажусь, все время внимание на нее. Даже по дороге остановятся, развернутся, догонят, чтобы сфотографироваться все. Любовь к запаху бензина, говорит Сергей, у него в крови. Автомобилями увлекается с детства. А свой первый грузовик, который нежно называет «изумрудик», приобрел еще за советские рубли. Необычный цвет, обтянутый имитацией крокодиловой кожи капот, обновленный кузов, множество украшений. Сергей говорит, что вложив в тюнинг всю душу, ни с этим авто, ни с желтой суперпчелкой никогда не расстанется. Друзья не продаются. Сейчас это редкость, молодежь уже даже не знает марку этой машины. А мне советская классика нравится, 21-го Волга, 53-ка. Это машины в вечности будут, в Советском Союзе уписаны. Гордость эпохи. При этом классический ГАЗ-53 хозяин изменил до неузнаваемости. Во время тюнинга суперпчелки использовал детали более десятка различных авто. Много чего одолжил у «Волги» победы и иностранных грузовиков. А двигатель здесь – от настоящего бронетранспортера. Рулевое, тормоза – это в идеале. Колеса поставлены из фуры, двигатель доработан, каналы вышлифованные, головки срезанные, шестерни повернуты, 130 бежит. Расход топлива где-то около 14 литров бензина. По городу плохого хозяина, он иномарка столько возьмет, а то и больше. На этом умелец останавливаться не собирается. Уже сейчас начал создавать новое авто для дрифта. Главное, конечно, еще много. Задумки с сыном есть – А69 собрать. Тоже старый, уритетный автомобиль. Есть, наверное, кузов новенький на него. Сделать такой, чтобы вау было. Чтобы машина была супермощная, с Мерседесами тягаться и своеобразный вид имела. Сергей говорит, все это не для привлечения внимания, а просто для души. Но то, что и днем, и даже ночью его автомобили дарят людям свет и радость – приятный бонус. Уважаемые телезрители, уже завтра, в пятницу, состоится, начнется детская гонбольная лига «Зубр Кап», созданная под патронажем БГК имени Мешкова. За три года лига заметно выросла по количеству участников и расширила свою географию на всю Беларусь. На сегодняшний день участвуют 69 команд в этом сезоне. Это более тысячи спортсменов. И у нас есть видео пресс-релиз этой лиги. Давайте посмотрим ее вместе. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Гонбольная лига «Зубр Кап» Уважаемые друзья, и у нас в гостях участники этой детской гонбольной лиги Никита Соловьев и Егор Михновес. Доброе утро, ребята! Здравствуйте! Скажите, как вам такой утренний подъем с утра пораньше? Ну, тяжко было встать. Тяжеловато, да? А тренировки когда проходят? До обеда, либо после? После школы обычно. Там в 5-6 часов вечера. А как часто проходят ваши тренировки? 3-4 раза в неделю. Ну, у кого как. У меня 5-6 иногда. На выходных бывает. Ребят, завтра состоится уже лига, состоятся первые игры. Вы уже участвовали в такого рода соревнованиях? Да. И уже не один раз, ну, не один год. То есть вы, в общем-то, не волнуетесь, настроены позитивно. Чем-то отличается соревнование от того, как проходит тренировка? Нет, не отличается. Вроде бы все, как и было, как и стало. То есть та же игра, только уже с настоящим соперником, не между собой, а с соперником, который хочет отобрать ваше место? Да. Больше соперников, больше игр. Есть сильные соперники, есть слабые. А с кем легче играть? С кем больше нравится? Ну, с сильными, конечно. С сильными, да? Со слабыми, ну, так... Но со слабыми легче победить? Да. С сильными характер проявляется, мужество, где-то и сила воли. Там, где надо, ну, то, что сделать, тяжело, но надо делать. Ты понимаешь... Собраться, взять кулак и отбить подачу. В этом году много команд приезжает, Олег? Да. И новые добавились. Вот Пинск, новая команда. Слоним и Жлобин. Ну, вы, наверное, новичков не боитесь? Егор, можешь погромче говорить, тебя тоже слышно. Да. Егор, боишься новых команд? Как думаешь, силачи там или так, любители? Думаю, силачи. Думаю, силачи. На каких позициях играете в команде? Я левый полусредний. И правый полусредний. Левый полусредний и правый полусредний. А много человек в команде? Ну, вообще, команда 12 человек. Это с двумя воротарями. А на площадке 7 и воротарь 8. То есть, на случай, если кто-то заболеет? Да, есть смена. Всегда есть смена. Вы бывали в смене или вы в основном составе? Бывали, за старших. Ну, расскажите, как это сидеть на скамейке запасных? Скучно. Ну, как скучно. Подбадриваешь свою команду. Где-то надо, выйдешь, заменишь. Поможешь чем-то. Слушайте, ребята, БГК привезли к нам в Брест Лигу чемпионов. Ходили ли вы на матч? Как вы болели? Как вы поддерживали? Как вам вообще такое событие, когда наблюдаешь на грандах мирового гандбола? Ну, это вообще классно. И смотришь и учишься. И вот понимаешь, что хочешь быть такими же, как и они. Это как они выросли, и ты хочешь таким же стать. А как вы вообще попали в гандбол? Ну, посмотрел игру БГК и решил тоже сходить. Когда это было? Сколько тебе было лет? Мне было 10 лет. А сейчас? 13. Расскажи ты, ну, расскажи об этом. Ты сам принял решение, там, родители, заведите меня? Или там, папа, ой, Егор, смотри, класс. Сам принял решение. Ну, расскажи, что ты почувствовал в этот момент? Ты представлял себя, не знаю, с мячом? Ну, ничего. Тебе просто захотелось играть? В гандбол. Ну, это же должно понравиться, чтобы выйти на поле, правильно? Да. Никита, а твоя история? Ну, у меня... Я сидел дома, как бы маме это не нравилось, то, что сидел, ничем не занимался. И вот решил, решила мама меня отдать в гандбол. Ну, пришли, записали. И уже в среду тогда было, пошел на тренировку. Понравилось вроде бы. У меня данные были на тот момент. Ну, и сейчас есть. И сказали, будешь играть, и все. А как сейчас семья? Поддерживает или как будто одноклассники что говорят? Ну, одноклассники только за. А приходят на игры, поддерживают вас? Да. Иногда. Сколько ты уже занимаешься гандболом? Это четвертый год уже. Четвертый год. А какие данные вообще должны быть такие вот особые, которые помогают гандболисту стать хорошим гандболистом? Самое главное – это ум, как говорит наш тренер. Да, даже так. Да. Но еще надо... Ну, рост, вес, масса особо. А ум что? Там какие-то тактики? Да, надо думать, думать и думать. Егор, расскажи нам про тактики. Твою любимую тактику. Есть что-то? Да. Расскажи. Первая – смена игроков. Угу. И что там происходит? Ну, лево-полусреднее меняется центральным, и тогда появляется свободное место, он прямо в полусреднем. Ага, Артем, то есть я так понимаю… Вот таким вот гандбольным языком. Да, кроме того, что ты просто бегаешь с мячом, ты должен знать еще и теорию, да, название, позиции, кто с кем меняется. Слушай, я сказал про физические данные. Вы сейчас в одной команде играете? Нет. Я третьего года, а Егор… Этого? Да. И вот в ваших командах рост практически одинаковый у всех игроков? Или все-таки можно быть низеньким, но тоже хорошо забивать? Ну, есть высокие, есть низкие. Как тренер скажет. Ну, если… Какую позицию занять? Да. Соответственно, данным твоим получается у тебя соответствующая позиция. Слушайте, вот детская гандбольная лига, да? А вот для вас, как молодых игроков, на кого вы равняетесь, может быть, на игроков Брестского гандбольного клуба имени Мешкова? Ну, много есть и много кто нравится даже. Вот, например, Дарка Джукич, он вот новый игрок, правый угловой. Вообще, он и подбадривает команду, и сам хорошо играет. Вообще, и отрывы, и там, перехваты, все такое. Ребята, есть у вас какая-то традиция, как вот по телевизору показывают перед игрой, там, там, все там за руки. Поддержать друг друга. Внимание, начали, там, что-нибудь такое. Есть у вас такое? Кричалка. Кричалка. Становимся все в круг, и один вперед, а остальные Брест. Один вперед? Да. Один вперед, остальные Брест. Нет, вперед, Брест. А, вперед, Брест. Вперед, Брест. Все отлично. Это перед каждой игрой на репетиции, там, соревнования. Так вот, мы вам желаем вперед, Брест, удачи на соревнованиях, только побед, прославляйте наш город. И можете прямо сейчас пригласить наших телезрителей к себе на игры, где и когда у вас состоятся первые игры. Хорошо. Дорогие телезрители, приглашаю вас в пятницу в 13 часов. Сор Виктория Брест. Приходите, смотрите, наслаждайтесь гонболом. Отлично, спасибо большое. Мы напомним нашим телезрителям, что у нас были представители детской гонбольной лиги «Зубр Кап» Никита Соловьев и Егор Михновец. Вперед, Брест. Да, вперед. Только вперед. Вперед, Брест. Что ж, друзья, мы идем дальше, да, нашим гонболистам желаем удачи, а сами переходим к обзору прессы, что и где почитать. Узнаем прямо сейчас. Делегация Брещины приняла участие в работе 13-го Белорусского международного медиафорума «Партнерство во имя будущего. Цифровая повестка для медиапространства». Подробнее читайте в свежем номере еженедельника «Заря над Богом». Спортивного, насыщенного задором туристического слета учителей в Прибужье ждали давно. Два дня возле деревни Каменица Журовецкой педагоги имели возможность пообщаться в неформальной обстановке, оценить спортивные и творческие способности коллег. О том, как прошло мероприятие, вы сможете узнать на странице «Заря над Богом». Традиционная линейка ознаменовала начало нового 9-го учебного года в институте 3-го возраста. Сюда приходят за знаниями, за разговорами по душам, что особенно важно для пожилых людей. Репортаж с линейки в свежем номере Брестского вестника. В парке «Тысячелетие Бреста» при участии главы Белорусской православной церкви митрополита Павла заложили кедровую аллею в честь Афанасия Брестского. Территорию рядом с храмом Рождества Христова укротили 25 кедровых деревьев. Как это было? Читайте в новом номере Брестского вестника. О чем прочитать? Узнайте из обзора прессы «Утреннего эспрессо». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Брестское область! Просыпаемся!» Доброе утро, Брест! Ура! Доброе утро! Доброе утро, Брест! И даже золотой человек заговорил и со всеми поздоровился, пожелал всем хорошего дня, всем доброго утра, просыпаемся, вся Брестская область. Мы продолжаем наш эфир и продолжаем вас удивлять все новые и новые информации. И прямо сейчас хотели бы развеять несколько мифов. Вот, например, такой есть миф, что нельзя использовать деревянные досочки для нарезания мяса. Считается, что при использовании ножа на деревянной доске появятся микроскопические царапины и улубления, в которых останутся мельчайшие частицы сырого мяса и бактерии. Однако исследования опровергают это убеждение. Даже если специально поместить на деревянную доску бактерии, естественные свойства дерева не дадут им размножаться. Все бактерии, оказавшись в трещинках на деревянной поверхности, постепенно погибнут. Поэтому, какую бы разделочную доску вы не использовали, просто тщательно ухаживайте за ней и дезинфицируйте рабочую поверхность. Вот еще миф номер два. Если добавить соль в воду, она закипит быстрее. Закипит быстрее. Да, но любой человек, знающий химию, скажет вам, что количество соли, которое мы добавляем при варке, совершенно не повлияет на точку кипения воды. Соль меняет лишь температуру кипения воды. А вот чтобы заметно ускорить кипение, пришлось бы добавить и плотность, растворить соль поваренной соли, что получившееся, в конце концов, блюдо стало бы несъедобным. Миф номер три, дорогие друзья. Продукты с высоким содержанием натрия, мы знаем, соленые на вкус. А значит, соленые кушать нельзя. Однако, натрий есть в огромных количествах продуктов, например, в соусах, выпечке, полуфабрикатах, фастфуде. И не все продукты с высоким содержанием натрия являются действительно соленые. Так вот, друзья, нужно быть просто внимательными и не верить первой фразе, которую вам удалось прочитать в интернете. А мы продолжаем наш эфир. И продолжает наш эфир рубрика «Ищу хозяина для неравнодушных людей к домашним животным». Милая девочка Милане, девяти месяцев, ищет самых лучших хозяев. Малышка очень тихая и ласковая, обладает скромным, неконфликтным характером и добрым нравом. Общительно, но вместе с тем абсолютно ненавязчиво. Способна понимать все, что ей говорят. С нескрываемым удовольствием будет делиться с вами своей нежностью. Станет настоящим товарищем и личным психотерапевтом. Готовым вдумчиво выслушивать вас вечерами, подбадривая в нужные моменты урчанием. Однократно привито, кастрировано. Умело пользуется лотком и когтеточкой. Запасной источник энергии должен быть в каждом доме. Это ЧИТА – вечный двигатель. Оснащена функцией прыгинга-скокинга, но при этом эталон преданности, храбрости и нежности. Дополнительные возможности. Поднимает настроение на все 200%. Дарит радость и любовь. Заряжает энергией окружающих. В эксплуатации всего два года. Абсолютно здорова, состояние идеальное, стерилизовано, полностью привито. Кошкам относятся с любовью. Требует ежедневной заправки вкусным топливом в еде непривередливо и ежеминутной любви. Звоните, приезжайте. И у вас появится альтернативный источник энергии. Для тех, кто готов взять нового члена семьи, помните. Животные в доме – это ответственность. Но за тепло и заботу они отблагодарят вас доверием и принесут много радости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Возвращаемся к студии прямого эфира, уважаемые друзья. И прямо сейчас мы обсудим очень важную, очень актуальную тему. Какие меры принимаются государством для стимулирования деловой активности населения? Расскажет нам об этом наш гость нашей программы Дмитрий Владимирович Мартиновский, начальник управления инспекции Министерства по налогам и сборам по Брестской области. Доброе утро, Дмитрий Владимирович. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, какие все-таки меры принимаются государством для стимулирования деловой активности населения? Государством принимается ряд нормативных документов, которые стимулируют деловую активность населения, создание условий для осуществления деятельности граждан при несении минимальных затрат. В конце прошлого года был подписан ряд указов главой государства. Это указ об осуществлении реместоринской деятельности, указ о развитии агроэкотуризма, а также указ о регулировании деятельности физических лиц, которые значительно внесли изменения в деятельность физических лиц, которые могут, как я уже сказал, без определенных затрат извлекать прибыль и осуществлять свою деятельность. То есть, получается, стало проще, да? Стало проще. А как по статистике, много ли, больше ли граждан пришли, зарегистрировали, даже в качестве физического лица свою деятельность, больше ли стало ремесленников? Действительно, статистика такая есть, и она показывает о том, что больше становится и ремесленников, и агроэкотуристов, и лиц, осуществляющих деятельность по 337 указу. Данный указ внес 13 новых видов деятельности, при осуществлении которых необязательная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. Если из 6,5 тысяч, которые по заявительному принципу граждан не осуществляют деятельность на территории Республики Беларусь, то в рамках 337 указа это более 1100 физических лиц. Друзья, напомним, что мы находимся в студии прямого эфира 21 55 65. Вы можете позвонить и задать вопросы нашему гостю напрямую. У нас в студии Дмитрий Владимирович Мартиновский, начальник управления инспекции Министерства по налогам и сборам по обрезкой области. Дмитрий Владимирович, вот люди приходят регистрироваться. Какие виды деятельности заявительного принципа самые популярные у них? Самые популярные, это, наверное, в рамках нового 337 указа, на первом месте это парикмахерские услуги. Если раньше этот вид деятельности требовал обязательной госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя, то теперь физическое лицо, оказывая услуги иным физическим лицам и не имея наемных работников, то есть работая самостоятельно и оказывая физическим лицам, может осуществлять эту деятельность по заявительному принципу. То есть прийти в налоговый орган, написать заявление, указать, какую деятельность будет осуществлять физическое лицо, собирается, и на какой территории. От этого зависит ставка. Дальше налоговый инспектор рассчитает ставку, физическое лицо производит уплату, до начала осуществления деятельности это все делается действием, и начинается свою деятельность. Это парикмахерские услуги, отвечаю на ваш вопрос, скажу, самые популярные. Это строительные работы. Что касается строительных работ, то одна из, ну, часть строительных работ, которые не связаны с рисками и ответственностью, такой, как возведение зданий, ну, кладка стен, да, кровельные работы, они как были под индивидуальным предпринимателем, так и остались. Для введения таких работ, осуществления, необходимо все-таки регистрироваться в качестве ИП. А поклейка обоев, стекольные работы, устройства полов, штукатурные работы, камины, печи, здесь физическое лицо также может эти виды осуществлять, не регистрироваться индивидуальным предпринимателем. Еще популярные виды это погрузочные-разгрузочные работы. Здесь довольно-таки низкие ставки и, ну, нету специальных навыков необходимых. Вот, если брать по городу Бресту, да, это 15 рублей ставка, города областного починения, это 10 рублей в месяц ставка, и в иных населенных пунктах это всего лишь 5 рублей ставка. Если кто-то до того уже успел открыть ИП и работал, скажем, парикмахером или строителем, сейчас что, он может его закрыть? Если, как я уже сказал, он работал сам, без привлечения наемных работников, то он может закрыть индивидуальное предпринимательство и осуществлять деятельность по строительному принципу. Но он не мешает осуществлять деятельность ИИП, имея двух наемных работников, содержащих сферлон красоты, педитюр, маникюр, и самому физическому лицу ходить, ну, условно выезжать на заказы и осуществлять там по стрижку, тот же маникюр, педитюр уже в рамках заявительного принципа. То есть в рамках закона он может параллельно осуществлять две деятельности. А если вот человек просто-напросто решил осуществлять какую-то деятельность как физическое лицо, что ему необходимо сделать? Может быть, какие-то документы? Куда ему обратиться? Просто обратиться с заявлением в налоговый орган первоначально, указать вид деятельности и рассчитать ставку налога, указанный вид деятельности и место осуществления данной деятельности. От этого будет, как я уже говорил, зависеть ставка налога, производится уплата, и дальше он осуществляет свою деятельность. Данной категории плательщиков по строительному принципу не нужно введение у счета доходов, расходов какой-то документации. Порядок приема денежных средств также они осуществляют без применения кассового аппарата, иных документов. То есть даже отрывные талоны не нужны. В этой ситуации производится уплата единого налога и дальнейшее осуществление деятельности без каких-то там дальнейших введения учета. Наличие специальных навыков в другой сфере, в экономической. Нужно ли человеку хранить вот эту квитанцию об оплате налогов, иметь при себе, когда он осуществляет вид деятельности? Лучше всего, конечно, иметь ее при себе в случае потом вопросов, почему вы мне не выдаете чек, что я работаю по заявительному принципу. То есть даже когда ситуация не с правоохранительными уже, так сказать, не с органами, а с самим заказчиком услуги. Те же, может быть, строительные работы, что давайте мы с вами заключим такие-то договора и так далее, оплату, почему вы мне не выдаете, что я работаю по заявительному принципу, я уплатил налог, у меня в рамках действующего законодательства, я соблюдаю все свои условия. Любые денежные средства, он может принимать... Принимать без приходования, без кассовых чеков. Ну да, это очень удобно. Дмитрий Владимирович, ну это всегда наверняка найдется кто-то, кто все-таки решает выполнять свою деятельность без уплаты налога. Ну вот я у себя дома в квартире, ну кто об этом узнает? Постригла, уложила волосы. Как вы работаете с такой категорией граждан? Как эта работа ведется, какие-то эффекты? Несомненно, такая работа ведется. В первую очередь для того, чтобы все субъекты работали в экономически равных условиях, потому что кто-то платит налоги, кто-то не платит, от этого же зависит и сумма полученного, так сказать, дохода. В ведутся мероприятия, выявляются, естественно, лица, которые и без госрегистрации, в качестве ИП. Если в текущий год брать, то таких лиц было выявлено больше 660 лиц. Вот как много. Да, но это без госрегистрации. Те, которые по заявительному принципу, таких лиц было больше, более 150 выявлено. Ну, естественно, предъявляется в ходе контрольных мероприятий, по выявлению предъявляется ставка единого налога данной категории плательщиков. Может быть, на первый раз какое-то первое предупреждение им или сразу наказание? Да, кстати, какие меры принимаются плательщикам? Предупредительный характер здесь присутствует. И сначала выдаются предупреждения, извещения о том, что данная деятельность является незаконной. Но взыскивается сумма налога. В зависимости от вида деятельности, где он осуществляется, взыскивается сумма единого налога за месяц. Уже с первого раза, как только вы выяснили, что человек это делал. Раз он делал, осуществлял данные услуги, он должен заплатить за месяц. При повторном выявлении фактов, то есть он был предупрежден, что необходимо уплачивать налоги. При повторном выявлении ставка единого налога умножается в 5 раз. То есть если ставка налога была 100 рублей за месяц, то при повторной неуплате налогов и осуществлении этой деятельности сумма налога уже возрастет в 5 раз, будет составлять 500 рублей. Игорь Владимирович, можете сказать, какие-то ставки единого налога для физических лиц, может быть, по каким-то профессиям того же парикмахера? Если брать ставки, они у нас устанавливаются Советом Депутатов, устанавливаются ежегодно и действуют на территории Брестской области. Областной Совет Депутатов устанавливает эти ставки, и ставки ранжируются в зависимости от населенного пункта и вида осуществляемой деятельности. Там три ранжира, то есть город Брест, города областного подчинения, это город Баранович и город Пинск, и иные населенные пункты. То есть уже не в зависимости от районного подчинения этого города, либо это какая-то сельская местность. Если брать парикмахеров, то ставка в районе 70 рублей для города Бреста, 60 это областного подчинения, и порядка 35 рублей на всей территории. Уменьшается. Если строителей брать, это 105 рублей город Брест, по-моему, 75 рублей это областные, города областного подчинения, и 35 остальных. А где эту информацию можно узнать? Эту информацию можно, обратившись, конечно же, во-первых, обратившись к нам, но этот плательщик может узнать эту информацию на сайте, на сайте областного полкома, решения совета депутатов, есть на сайте Министерства по налогам и сборам, налог.бай. Вся информация размещается в сети интернет, и все эти ставки до начала осуществления своей деятельности плательщик может просчитать, выгодно ему, невыгодно, и уже узнав сумму уплаты налога, идти в налоговый орган с заявлением, ему там рассчитают на месте, когда он принесет заявление, в зависимости от вида деятельности, в зависимости от места осуществления, сумму налога ему рассчитают. То есть, в общем-то, он все это в легком доступе. Друзья, у нас очень интересная беседа, однако эфирное время подходит к концу. Дмитрий Владимирович, какое-то напутствие может быть нашим налогоплательщикам? Напутствие осуществлять деятельность в соответствии с законодательством, платить налоги и работать, зарабатывать. Спасибо вам большое, спасибо за то, что проводите такую работу, делать проще, упрощаете жизнь нашим физическим лицам, которые могут осуществлять различные виды деятельности. Но мы нашим телезрителям напомним, что у нас в гостях был Дмитрий Владимирович Мартиновский, начальник управления инспекции Министерства по налогам и сборам по Брестской области. Спасибо вам большое, хорошего вам дня. Спасибо вам также. Так, друзья, чем еще ознаменован сегодняшний день? Что особенного в календаре 20 сентября? Посмотрим прямо сейчас. Сегодня 20 сентября, и вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. В 1802 году в России взамен устаревших коллегий манифестом об учреждении министерства организованы первые министерства. На первых порах их было восемь. Среди них военное, морское, иностранных дел, коммерции и народного просвещения. Для объединения деятельности собирался комитет министров, на заседаниях которого часто присутствовал и император Александр I. 20 сентября 1941 года родился Юрий Смоляков, белорусский фехтовальщик на шпагах, мастер спорта международного класса. Является серебряным призером летних Олимпийских игр в Мехико, а также чемпион СССР в личном и командном первенствах. Автор многочисленных методических и учебных пособий по теории и методике фехтования. В 1946-м впервые был проведен Каннский кинофестиваль, однако первоначально идея принадлежит Венеции. Венецианский кинофестиваль задумывался как демонстрация силы и славы фашистского режима. Во Франции же решили противопоставить фашистскому кино кино свободного мира. Однако из-за начала Второй мировой первый Каннский кинофестиваль был отложен, и, как оказалось, на семь лет. 20 сентября 1974 года родилась эстрадная певица, автор некоторых собственных песен Катя Лель. Настоящее имя Екатерина Чупринина. Известность к певице пришла в конце 90-х после выхода первого альбома «Елисейские поля». Однако настоящими хитами Катя Лель по праву считаются песни «Мой мармеладный», «Муси-пуси», «Джага-джага» и другие. В этот день, в 2001 году, в связи с десятилетием таможенной службы, в здании таможни «Западный бук» в Бресте открыт музей таможни. Здесь собрано большое количество экспонатов, рассказывающих о работе таможенной службы. Редактор субтитров А.Семкин Самый старый ботанический сад в Беларуси. Первый белорусский ботанический сад заложили в 1847 году при Горегорецком земледельческом институте нынешней Белорусской сельхозакадемии. Его создали как научно-исследовательскую лабораторию для практических занятий студентов. Сегодня площадь ботанического сада в Горках 8 гектаров, вместе с дендропарком почти 12. В коллекции ботанического сада больше 2000 видов растений. Самый большой аэропорт в мире. Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон находится в 11 километрах от Атланты, столицы штата Джорджия в США. Ежегодный пассажиропоток здесь почти 100 миллионов человек. Количество взлетов и посадок почти миллион. Большинство рейсов аэропорта внутренние. Длина взлетно-посадочных полос от 2,5 до 4 километров. Выходов из аэропорта 196. Самый высокий водопад в мире чудо природы находится в Венесуэле и носит имя «Анхель» в честь пилота его открывшего Джеймса Энджела. Водопад затерян в джунглях юго-востока Венесуэлы и включен в состав национального парка Канайма. Гора, с которой не извергается самый высокий водопад, называется Ауян-Тепуй, что в переводе на русский означает «гора дьявола». В высшей точке водопада считается высота 979 метров, но вода падает с высоты 807 метров. Расход воды «Анхеля» примерно 300 кубических метров в секунду. Продолжаем наш эфир. Уважаемый телезритель, подходите поближе к своим телефонам, ведь именно сейчас у нас пройдет очередной розыгрыш. И мы прямо сейчас разыграем бесплатное посещение любого филиала Брестского областного краеведческого музея. Для этого необходимо, для того, чтобы выиграть этот сертификат, набрать номер нашей студии 21-55-65, телефон вы видите на своих экранах, и ответить на наш вопрос. Какой год можно считать годом рождения Брестского областного краеведческого музея? Вот такой вот вопрос для наших телезрителей. Набирайте наш номер. Спросите у Гугла. Да, друзья, наш второй розыгрыш сегодня. Мы пока расскажем, что Брестский краеведческий музей имеет четыре филиала. Первый из них – археологический музей Берестия. Это самый посещаемый вообще музей в Бресте, единственный во всей Европе, в котором сохранилась, ну, скажем, деревня тех времен. Старая деревня со всеми бытовыми, с бытовой утварью, да, и все, что может быть в ней. Это очень интересно посетить как взрослому человеку, так, в общем-то, и ребенку, рассказать свою историю, тем более бесплатно. Повторим на всякий случай вопрос. На реконструкции. Но, уважаемые друзья, Берестия скоро откроется и распахнет свои двери. Но мы повторяем вопрос, уважаемые телезрители. Какой год можно считать днем рождения Брестского краеведческого музея? 21-55-65, телефон студии прямого эфира. Набирайте наш номер, отвечайте на этот вопрос, и вы получите бесплатное посещение любого филиала Брестского областного краеведческого музея. Просто-напросто где-то загуглить, у нас есть ответ, мы его знаем и ждем, ждем звонки от наших телезрителей на кону. Два пригласительных билета на одно бесплатное посещение Брестского областного краеведческого музея. В каком же году был основан этот музей? Ответивший на этот вопрос получит бесплатные билеты. Да. Второй филиал краеведческого музея – это башня в Каменце. Каменецкая башня. Это уникальный памятник такого оборонного зодчества. Пять ярусов, каменная лестница, хотя раньше она была деревянной. Но в любом случае есть возможность подняться наверх, в смотровую площадку. Находится это недалеко от города Бреста, до 40 километров от Бреста. И туда действительно стоит съездить даже специально, не обязательно проезжать мимо. Далее идет музей спасенных ценностей. И в экспозиции у него около 400 спасенных предметов, спасенных в разное время, в разные периоды исторические. В том числе это древние иконы, внимание, 16 века. То есть древнейшие иконы, просто пропитанные эпохой, пропитанные историей. И даже икона есть, которая распилена была контрабандистами на шесть частей в попытках вывезти ее за границу. Возможно, именно в этот музей сходит наш дозвонившийся телезритель. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Давайте знакомиться. Как зовут вас? Меня зовут Нина. Нина. А я вот засомневался, но решил переспросить. Узнали вас, Нина. Доброе утро, Нина. Как дела у вас? Ну, вы знаете, что-то квалификацию потеряла. Да? Почему же? Что случилось? Ну, не знаю. Квалификацию какую? Дозваниваться к нам в студию? Ага, ага. Да, ну, вы видите, очень внимательно смотрите, знаете, ответы на наши вопросы. Гугл, гугл. А, гугл помогает. Ну, вот видите, вы современные, да, можете воспользоваться интернетом. Ну, так рассказывайте, в каком все-таки году был основан Брестский кровечный музей? Ну, в общем, так прочитала, что в 945-м еще хотели открыть, но не открыли. И спустя 5 лет, в 1950-м году набрали штат сотрудников. Отлично. Браво, Нина, вы назвали две даты. И 945-й, когда идея появилась, и 1950-й, когда идея воплотилась в жизнь. Нина, не переключайтесь, у вас есть чудесная возможность забрать свой сертификат и посетить любой из филиалов Брестского краеведческого музея. Спасибо, ребята. Да, спасибо, что вы с нами. Ну, мы продолжаем наш эфир, и прямо сейчас, уважаемые друзья, хотели бы поговорить с вами еще об одном важном событии сегодня, ведь именно сегодня итальянская актриса и певица Софи Ларен отмечает свой день рождения. Да, ей сегодня исполняется 83 года, вы можете видеть ее на экране. Детство актрисы прошло в бедности, однако она всегда знала, что хотела известности и шла к этому. После нескольких неудачных попыток в кино в 1952 году она занимает второе место на конкурсе красоты «Мисс Рим», и это для нее отправная точка. Кстати, знаменитый продюсер Карл Понти предложил девушке взять псевдоним Ларен, так как оно лучше сочеталось с именем. Потом избавил Софи от неаполитанского акцента, привил вкус драматической литературе, поставил знаменитую походку и изменил стиль макияжа. Единственное, с чего Софи Ларен отказалась, это пластическая операция по уменьшению носа. Подобные изменения быстро принесли плоды. Да, проделав такой долгий путь, обретя любовь миллионов, придя к известности и найдя любовь в своей жизни, Софи Ларен и сегодня остается иконой стиля. Стареет, в общем-то, смело, со временем любит себя, и поэтому, наверное, любят ее миллионы зрителей. Я считаю, что такое же красивое и спортивное, наверное, потому что она занимается спортом, делает утреннюю зарядку, чего мы тоже желаем сделать для каждого из наших телезрителей, ведь прямо сейчас в нашем эфире «Фитнес-минутка». Доброе утро! Если вы хотите красивый пресс, но без лишней гипертрофии мышц, чтобы животик не выходил вперед из-за того, что мышцы очень большие, то сегодняшние два упражнения как раз для вас. Первое. Опускаемся на спину, ноги вверху и выполняют параллельное движение в стороны. Амплитуда движения небольшая. Когда вы привыкли к этому движению, вы вытягиваете руки вверх, отрываете плечи, и руки работают, как будто вы ползете по канату. Сначала одно плечо вверх, потом другое. Не параллельно с руками, а совсем по-другому. Когда вы приноровились к этому движению, вы выполняете его быстро. Выдох идет практически на каждое быстрое движение, поэтому вдох и выдох достаточно мелкие. Упражнение выполняется не на количество повторений, а в течение времени от 30 секунд до минуты, если вы можете. И сразу же после этого мы выполняем пружинку. Ноги согнуты, руки вперед, либо по бокам, и только за счет мышц пресса мы пружиним вперед. Но если шея у вас все-таки напрягается, одну руку можно положить под голову. Точно так же это упражнение выполняется на время. 30 секунд, либо минута. Если вы чувствуете результаты уже после первого круга, можете привыкать так. Если же вы хотите загрузить мышцы по полной, 3-4 круга для вас. Я уверена, что вы почувствуете результат с первой тренировки, поэтому не останавливайтесь на достигнутом, и вас ждет успех. Традиционно в завершении нашей программы мы хотим выразить благодарность нашим партнерам. А нашим партнером является студия флористики «Цветы от Джордан». Мы, конечно же, их благодарим за эту цветочную композицию, которая находится у нас в студии. А также благодарим магазин одежды «Концепт Клаб». Спасибо нашим партнерам за стильную, качественную и яркую одежду, которая поднимает настроение, а также за приветливое обслуживание, за хороший персонал. Спасибо огромное нашим партнерам. Что ж, друзья, далее узнаем, какая погода ждет нас сегодня в Бресте и регионе. Смотрим вместе. На этом наш информационно-развлекательный завтрак подошел к своему завершению. И мы желаем всем хорошего дня. Дорогие друзья, в прямом эфире с вами работали Кристина Мельниченко и Артем Бруйло. Удачи вам, всего хорошего, до встречи завтра. Пока. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова